Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Асем Кощеголова, сурдоперевод Марата Жумабекова. В преддверии главного юбилейного праздника страны в селе Касцык Ильинского района свою работу начал логистический комплекс «Айсберг Алматы» вместимостью свыше 120 тысяч кубометров. Строительство объекта началось еще в 2014 году. Общая сумма инвестиций – 2,5 миллиарда тенге. На торжественном мероприятии заместитель Акима Алматинской области Серик Турдалеев отметил, что новый логистический складской комплекс является одним из крупнейших в ЖТСУ. Его открытие решило вопрос с трудоустройством местного населения. В центре 130 постоянных рабочих мест. В складах можно хранить продукты при 15-20 градусах. К слову, в «Айсберг Алматы» предусмотрена также аренда холодильных помещений. Еще одним плюсом комплекса является его месторасположение, благодаря чему логистический центр может оказывать качественные услуги по экспорту и импорту товаров. Такой технологии в Алматы нет. Можно сказать, что это первый подобный проект в нашем регионе. И это еще раз доказывает привлекательность ведения бизнеса в нашей области. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса – один из важных факторов снижения уровня безработицы. Пример тому – моногород Текили. Здесь только в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» было охвачено почти 3400 человек. Благодаря доступному государственному кредиту многие из них смогли открыть свое дело. Особое внимание уделяется трудоустройству людей с инвалидностью. В этом оказывают поддержку и местные предприниматели. Например, кондитерская фабрика «Алакай» – одно из самых известных производств моногорода. Ежедневно здесь выпускают в среднем полторы тонны пряников. Работает в цехах почти шесть десятков человек. Стоит отметить, что на сегодня в целом по Текили действуют более тысячи предпринимателей. Большая часть из них являются представителями малого и среднего бизнеса. Раньше у нас было два маленьких цеха. Это было в 1998-1999 годах. Но мы свою деятельность решили расширить, создав такую фабрику. На данный момент у нас большой объем работы делается. Есть заказчики с Алматы, то есть города Алматы, Каменогорск и Астана, город Астана. И по Алматинской области. Далее события в мире. Робота-спасатели изобрели ученые в Италии. Он будет помогать экстренным службам в поисках людей под завалами после землетрясения. Опирается робот на четыре ноги. Он легкий и очень подвижный. Ходит быстро, поднимается по лестнице. И груда обломков для него не препятствие. Робот-спасатель будет работать там, где небезопасно для людей и собирать всю возможную информацию. Разработчики из Итальянского технологического института уже испытали робота в Аматричи в городе, который три месяца назад был разрушен землетрясением. И представили спасателям результат своей работы. В американском штате Юта родители подростка вовремя обезоружили своего сына, который пришел в школу с оружием и открыл стрельбу. По словам местной полиции, они фактически предотвратили трагедию. Как выяснилось позже, родители 15-летнего мальчика после того, как сын ушел в школу, обнаружили, что из дома пропали пистолет и полуавтоматическое ружье. Они приехали в школу и столкнулись с ним в момент, когда тот уже открыл стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет мотивы подростка. Имя нападавшего не раскрывается. Древний город Туркестан станет культурной столицей тюркского мира в 2017 году. Такое решение единогласно принято на прошедшем в Шекии 34-м заседании Постоянного Совета Тюрксой. Так Туркестан наряду с Астаной, турецким Искишихиром, туркменским Мары и азербайджанским Шекией стал пятым городом, удостоенным такой чести. Участники встречи заслушали отчеты по проделанным мероприятиям и утвердили план работ на следующий год. По словам генерального секретаря Тюрксоя, в этом году все культурные события организации прошли под эгидой празднования 25-летия независимости тюркских республик. Зарубежные новости подготовила Гульназ Мустафа по материалам интернет-ресурсов. Новости Республики продолжат выпуск. На Экибастуйской ГРЭС-1 завершена модернизация распределительного устройства в 500 кВт. Проект, соединяющий шесть высоковольтных линий, обеспечит надежную работу энергосистемы. На его ремонт и расширение потрачено 18 миллиардов тенге из собственных средств предприятия. Реализация инвестпроекта по модернизации и расширению открытого распределительного устройства была начата четыре года назад. Заменены устаревшие выключатели, трансформаторы и разъединители. Это позволит увеличить срок службы оборудования, снизятся и расходы на эксплуатацию. Мощность электростанции – 3500 мегаватт. На сегодня 15% вырабатываемой в стране электроэнергии производится на Экибастуйской ГРЭС-1 имени Нуржанова. В настоящее время работают четыре энергоблока. Еще три находятся в резерве. Поезд Тауэльсис-Казахстан прибыл в Южно-Казахстанскую область. На станции Тулькбас его встречали с музыкой и угощениями, сообщает 24КЗ. На борту поезда 270 специалистов различных сфер. Есть представители семи министерств, трех нацкомпаний и медики. Они оказывают бесплатные услуги и консультации. С начала пути к ним обратилось больше 55 тысяч человек. Многие проблемы удалось решить на месте, говорят пассажиры поезда. На 25-й остановке был не менее плотный график. Впереди новые города и новые люди. Напомним, до Дня Независимости поезд побывает во всех регионах страны. Врачи из США провели уникальный мастер-класс для медиков Астаны. Зарубежные специалисты рассказали о новшествах интервенционной кардиохирургии. Главная ее особенность – лечение сосудов сердца без вскрытия грудной клетки. Как поясняют врачи, если после открытой операции в течение месяца пациент находится в стационаре, проходя длительную реабилитацию, то при этом способе человек уже на следующий день живет обычной жизнью. В Казахстане этот метод внедрили более 10 лет назад. В столице у иностранных медиков запланировано 6 операций местным пациентам. Обзор подготовлен Диной Буранбаевой по материалам интернет-ресурсов. Студенты ЖТСУского госуниверситета сделали подарок 25-летию независимости страны. Своебразный презент в виде театрального представления продемонстрировали учащиеся гуманитарного факультета. Постановки об исторических событиях, имевших место на пути Казахстана, к независимости отразили, что пришлось пережить народу ради светлого будущего. Одним из ярких эпизодов в истории страны, подтолкнувшим власти к объявлению суверенитета, стали события декабря 1986 года. Жертв того митинга почтили минутой молчания, а живым свидетелям вручили памятные письма. В свою очередь участники декабрьских событий поделились со студентами воспоминаниями. Какими бы ни были печальными событиями минувших лет, сегодня независимость – это главный праздник страны, к которому приурочиваются самые разные мероприятия. Грамот за активное участие в жизнедеятельности Альма-Матера удостоились молодые специалисты и учащиеся. Прозвучали патриотические песни в исполнении активистов и творческих коллективов университета. Несомненно, сегодняшние проводимые мероприятия имеют очень большое воспитательное, патриотическое значение. Молодежь, которым строить будущее, чтобы именно Казахстан в будущем стал очень мощным, развитым, богатым государством. И несомненно, конечно, то, что в преддверии 25-летия именно студенческая молодежь сегодня должна ощутить на себе, понять, каким путем досталась нам эта победа. Они должны именно осознать, что эта победа была завоевана народом и через борьбу, и через определенные трудные годы тех 90-х годов, кризисные годы. А в этом, конечно, очень высока роль нашего президента, который взял на себя ответственность за будущее нашего государства, за будущее нашего народа. В Талдыкургане проходит областной турнир по мини-футболу между спортивными организациями Алматинской области. В нем участвуют 32 команды. Соревнования стали уже традицией и посвящены Дню первого президента и 25-летию независимости Казахстана. Главная цель турнира – пропаганда здорового образа жизни и личный пример для молодежи. Вместе с тем спортивные организации выступают за популяризацию футбола как одного из самых массовых видов спорта. Это одно из тех движений, которые, будем говорить, развивает футбол, и именно и большой футбол, и так и вот этот футзал. Поэтому мы очень рады, что вот именно наш турнир совпал именно с такими прекрасными, будем говорить, для Казахстана событиями. Здесь независимо каждый специалист, тренер, кто работает в данной организации, он же боксер, может быть, он и волейболист. Все, главное, хотят в своем стремлении в одном коллективе показать свой дух и свое мастерство. Ну, заодно и популяризировать здоровый образ жизни, который нам необходим в данное время. Команды областных спортивных учреждений, но вот последние два года уже подтягиваются районные команды, занимают призовые места. Формат проведения соревнований, олимпийские поражения, все выбываешь соревнования. В Талдыкургане сортовал республиканский турнир по боксу среди младших юношей, посвященный 25-летию независимости Казахстана на призы Халака Хармана генерала Бахатшана Иртаева. За звание сильнейшего борются более 130 боксеров в 15 весовых категориях от 44 до 80 килограммов. Всего 9 команд. В соревновании принимают участие гости из городов Астана и Алматы, а также восточно-казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Казалардинской и Павлодарской областей. На ринге ребята бьются три раунда по полторы минуты. Впереди у боксеров еще три соревновательных дня. Кто из них завоюет титул чемпиона, станет известно 7 декабря. К участию в турнире допущены спортсмены 2000-2001 годов рождения. Почетными гостями открытия спортивного состязания стали ветераны Афганской войны. Мне приятно, что уровень этих соревнований с каждым годом растет. Я надеюсь, что сегодня эти соревнования еще найдут новых талантов, которые будут в перспективе защищать честь нашего Казахстана, честь нашей области на крупных международных сторонах. Надеюсь, и даже на Олимпийских играх. Спасибо афганскому обществу, который организовывает эти соревнования уже в седьмой раз совместно с Управлением спорта и с Федерацией бокса. Поэтому я надеюсь, что этот традиционный турнир в перспективе перейдет в международный турнир. Это была последняя информация на сегодня. Приятных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин